Люди, стараясь познать мир, на самом деле думали про то, как этим миром управлять. Но иначе он не нужен совсем. То есть я хочу узнать, что в той комнате, только для того, чтобы понять, что я в этой комнате могу делать. Иначе она мне не нужна, мне достаточно их рекомендует. И они старались открывать многие вещи. Ну а что такое древний человек? Ну это человек, который пришел в мир с широко открытыми глазами. Ну по сути дела, представьте себе, может быть это, ну древнего человека-то где можно увидеть? Ну мы сейчас можем увидеть какого-то наивного, там например, ну я в хорошем смысле скажу дикаря из Африки. То есть есть же там племена, которые едят друг друга и так далее. Вот представьте такого дикаря, который за несколько тысяч лет превратился у нас с мобильными телефонами, которые ездят на хороших машинах, которые придумывают какие-то проекты и так далее. То есть ну завтра он нам не придумывает ничего. Он рос, по сути дела, вместе с цивилизацией, с историей цивилизации. И я вот в этом кружке, который переоткрывал историю человечества, который опознавал мир, обнаружил схему так называемого акта деятельности. То есть человек, когда задумывает некую деятельность, он исходит из того, что у него есть исходный материал, и что он хочет получить в какой-то конечный продукт. И вот здесь вот у него лежит вот этот шаг развития. То есть вот этот путь, который он должен пройти. Вот этот отчет план. Для того, чтобы исходный материал перевести в конечный продукт. У него есть всего три вещи. Это знание способностей и средств. И цель. А цель решает определенную проблему. Потому что иначе нам никакие продукты не нужны. Человек, когда сделал первый стул, ну когда-то же был первый стул, правда? Ну вообще. Ну кто-то же его первый сделал. Он исходил из того, что сидеть лучше, чем стоять. И когда он понял, что не везде можно сесть там, я не знаю, на почку, на какой-нибудь камень, он взял какие-то палки, наверное, да, чем-то их скрепил. Ну, может быть, но гвоздей точно никогда не было. И получил конечный продукт. То есть, что он использовал? Ну, наверное, какие-то знания о том, на каких палках, какие палки можно для этого использовать, а какие нельзя. А какие ломаются, а какие нет. Ну, как-то проверяем. И так человек получает знания, на самом деле, о них. То есть, он проверяет, можно ли что-то взять для деятельности. То есть, если я ничего не понимаю, например, ну, я не знаю, в астрономии, то это значит, что я не изобрету ничего в космосе, в космической деятельности. А если я понимаю, что, в общем, я изобретаю, ну, как минимум могу сделать уступ, то, в общем, это мое знание. Я понимаю, где сопротивление материалов и так далее. Способности. Какие у него были способности? Ну, речь идет о способностях мышления. То есть, способность к коммуникации. Ну, может быть, он попросил кого-то принести ему просто, или там сломать дерево, если он сам не мог. Способность представить себе эту цель. То есть, поставить цель, представить будущее. Он себе в одной из этих картинок, вот здесь вот, подумал о себе, как в человеке без стула, которому все время надо ходить, а вот здесь представил, как он сидит вообще на какой-то там вещи, которую он сам сделал. И средства. Ему нужны были палки, там какие-то вещи, чтобы, ну, там, я не знаю, какие-то прототипы гвоздей, чтобы это все соединить и так далее. Ну, а для того, чтобы вы мне не говорили, что я рассказываю вам всякую ерунду, я хочу вас спросить, а где вот в нормальных актах деятельности находится сообщество клиентов, партнеров и сотрудников на этой сфере? Ну, еще есть какие-то мнения? Ну, правильно, конечно, средства. То есть, здесь вот люди, которые вы используете в качестве средств. И когда я рассказывал про эту схему в британской школе дизайна, меня спросили, а вот у нас цель у всех заработать денег. Мы хотим вот денег. Как нам ее достичь? Ну, я, в принципе, думаю, что и такую цель, конечно, можно положить на эту схему, потому что, ну, здесь достаточно знаний. Да? То есть, надо велеспособность. То есть, вопрос, сколько денег, да? То есть, можно мыть балы, можно мыть балы все время. Значит, можно, не знаю, там, продавать наркотики и заработать много денег. И, в общем, цель заработать денег будет достигнута очень быстро. Потому что, ну, есть... Можно купить акции, а потом продать ее. Есть люди, которые готовы вам всегда платить за то, чтобы использовать вас в качестве средств. Свои средства. Ну, здесь все получают деньги как средства. То есть, когда вы работаете в чужом проекте, вы всегда являетесь чьим-то средством. И фокус-то в том, чтобы придумать свой проект и использовать в качестве средств других людей. Причем, ну, это не отлично. Потому что мы всегда чьи-то средства. И я горжусь, что сейчас, если я смогу стать вашим средством для понимания мира, как он устроен, как я его вижу, я буду вам благодарен за то, что вы меня использовали. Потому что я считаю, что мы вместе можем тогда достигать каких-то целей, ну, чтобы улучшить жизнь вокруг нас. Поэтому я считаю, что цель заработать денег, она не может быть поставлена, если вы не средства. Если вы дизайнер, хороший архитектор, человек, который думает о будущем, о том, чтобы изменить мир вокруг себя, то у вас будет цель улучшить что-то. То есть, не просто изменить, а конкретно изменить к лучшему. Тогда ваши средства, ну, как минимум, люди, которые с вами к этой цели идут, будут вам помогать независимо от того, хорошие у них зарплаты или плохие зарплаты. Главное, чтобы было в общее понимание цели. Ну, если это меняет жизнь, всех лучше. Есть вопросы в этом? Есть вопросы. Да. Где на схеме проблемы? Хороший вопрос. Дело в том, что в английском языке слово «цель» одно из значений – это брошенный вперед. «Перпус». Нет, а цель – это как брошенный вперед. «Брошенный вперед?» Как «перпус». «Перпус». То есть, одно из значений слова «перпус» в английском языке – это «профорс», то, что положено вперед. В этом смысле слово «проблема» – это то же самое. Потому что «проблема» – это «пробелу». То, что брошено вперед, в смысле «баллистика», то, что еще сильнее может быть брошено вперед. То есть, в слове «проблема» – это «баллистика». Ну, вы знаете, параделлы. Это то, что выбрасывает вперед путь. Значит, поэтому, когда мне говорят о том, что есть вот такие проблемы, я автоматически сам уже перевожу себе на свой язык, что это у людей могут быть такие цели. то есть, автоматически проблема конвертируется в цель. То есть, если что-то понимается как проблема, это означает, что надо просто прийти туда и решить. У нас была очень интересная дискуссия с Марией по поводу того, чем отличаются цели от задач. Значит, задачи… Ну, я ссылаюсь все время на английский язык, потому что вот эти все слова, которые мы используем, дизайн, феопус, значит, апдеты, там, как цель, проблем, они все появились в английском языке, в первую очередь, для обозначения наших вот этих менинджеральных задач управления. Почему? Потому что в 17 веке в Англии произошла буржуазная революция, и им понадобился новый язык, чтобы объяснять друг другу, чем они занимаются. Ну, до этого не было такой задачи-то вообще, объяснять друг другу, что может быть цель, может быть какой-то сайл на лавке, значит, там, торговца хлеба или на парикмахерской. Их не надо было отличать. Это были родовые кланы, которые занимались определенной деятельностью, и дети наследовали парикмахеры, были парикмахерами, крестьяне-крестьянами, торговцы-торговцами, ну, когда появилось чем торговать. А когда произошла индустриальная революция буржуазная в Англии, когда попытались в 1640 году убрать короля, значит, народ захотел убрать короля, в это время в Европе умер Галилей, родился Исаак Ньютон, появились законы, запрещающие монополии, были какие-то товары обложены новыми акцизами, потому что они вот только что появились, и можно было начинать собирать с них налоги. Тогда появился вот этот предпринимательский класс, которому важно было формулировать нечто как цель, нечто как проблему, ну и так далее. Эти понятия стали осознаваться в языке. До этого времени их не было. До этого времени эти слова означали совершенно другое. Например, одно из первых слов, которое имеет значение цель, вообще в английском языке я насчитал по порядка 7-8 слов, которые означают цель, было слово «батт». Оно так и осталось во французском «цель», ну и в английском используется значение «цель», но я бы не встречал, например, в разговоре, что слово «батт» означало «цель». Этимология этого слова такова, что это удар головой. То есть, в принципе, больше цели, чем удар головы, самым эффективным, с точки зрения боя, местным, человек себе не мог поставить, в общем-то, не мог бы. То есть, у тебя есть цель, да, какая? Ударить своего соседа, значит, чтобы забрать его. И только потом это стало. Маленький вопрос, у меня чувство неопределенности повысило. Скажи, к чему ты нас ведешь? Мы должны воспринимать как будущий терминолог, когда мы будем работать над созданием собственных схем? Да. Да? Да. Ну, например, там еще было, потом появилось в средневековье слово, значит, «таргет». Вы тоже знаете цель, да, «таргет». Таргет – это маленький щит, которым защищались от врагов. То есть, по сути дела, зона моей деятельности была такой, что я, ну вот, в какой-то зоне мог делать все, у меня там не то, что не было цели, я просто вот был король на такой-то территории. Мне тут все удается. Но если я иду вот туда, я там встречаю щиты своих врагов. И это для меня цель, потому что здесь я могу все. И в этом смысле, когда расширились границы, когда человек начал делать что-то больше, чем удар головы, когда мог уже дострелить до щитов своих врагов или подбежать к щитам своих врагов, то есть вот это освоение мира, оно стало больше. Ну и потом уже появился корпус, объект, то есть, там, можно было осознать что-то как цель, объективное. Я хотел еще сказать о слове задачи. В английском языке это task. Таск. Ну, таск. 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 Значит, task это однокоренное слово со словом tax. Таск. 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 Тuldог. Тadne. Тサк. Т tens. с зарубежными коллегами, и говорю, слушай, я вот тебе эту схему нарисовал, ты мне скажи, у тебя цель где? Вот ты ее как называешь, это гол, или объект, или перпос, потому что иначе я не пойму, то есть, что он хочет. Он хочет вот в этой зоне раздать задачи, или мы говорим о в общем каком-то проекте. О проекте, кстати, проект по-гречески про мета, и вот это слово мета, по-украински мита, похоже, во-первых, на слово мишень, а вам какое слово бы напомнило, слово мета? Вообще, есть вторая русская такое слово мета, в державе есть такие стихи, когда была бы такая мета, чтобы счастье достали цвет. Это мечта. То есть, на самом деле, это такая про мечта. Когда мы говорим проект, мы говорим про то, что мы про мечта. А еще говорят, что Прометей, это, кстати, родственное со словом проект, его в русской карте, в русской славянской традиции называли промыселем. То есть, по сути дела, проект – это тот же промысел, но от этого промышленности. То действие, которое мы собираемся совершить, мы сначала здесь замысливаем, потом мы делаем как проект, про мета, да? Почему мы это делаем? Потому что у нас здесь есть мет, считай. Ну и для того, чтобы это все сделать, я просто замечу на полях, что мы еще используем разные предметы. И в слове предмет этот корень тоже есть. То есть, по сути дела, все, что мы делаем, у нас связано с тем, как мы это себе представляем, с нашей мыслью. Поэтому эта система, которая была разработана в 50-е годы, называлась мыследейками. Потому что нельзя назвать деятельностью то, что не связано с мышлением. И когда мы говорим о мышлении, мы подразумеваем деятельность. И в этом смысле, в английском языке, я сегодня говорил, есть такое слово «realization». Оно одновременно означает «понимание» и «реализацию». Ну, как «realization»? «Реализация». 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 Но одновременно это еще слово «понимание». То есть, если ты понимаешь, значит ты делаешь. А если ты не понимаешь, то не делаешь. То, что ты не понимаешь. И в каких-то, наверное, больших процентах это будет не то, что нужно. Есть в русском языке два момента. Есть слово «аэропау». Все знают, что это такое. В русском языке оно не прижилось. У нас такой конструктор Жуковский, который выделил слово «самолёт». А есть в русском языке слово «аэропау». которого на русский язык не получилось почему-то перевести. Вот наши самолёты лучшие в мире. А наши автомобили получаются как грузовики и самославы. То, что мы перевели на русский язык, то, что отработяга, простой человек может знать, что он делает. Ну, то, что отрефлексировано в языке, мы наверняка делаем хорошо. В этом с тобой я абсолютно согласен, Стас. Потому что, когда мы говорим маркетинг, я лично не понимаю, о чем мы говорим. Игорь Мак говорит, что у него есть 18 значений этого слова. А я говорю, что, ребята, если вы до сих пор договорились, как говорить маркетинг или маркетинг, то о чем вы вообще нам рассказываете? Ну, соответственно, это об деятельности. Я вот его подпишу. Ну, к нему там могут быть разные вопросы. Но мне очень удобно. Потому что я сразу прикидываю, о чем нам не хватает знаний, способностей или средств для того, чтобы достичь такой цели, как у нас есть такой продукт. То есть, у нас сразу есть предмет для обсуждения. Ну, в этом смысле HR очень. То ли хорошо, то ли плохо. То есть, в смотрении не хватает способностей. То есть, здесь у нас ничего не хватает. Не хватает средств, но это вопрос инвесторов. Знаний не хватает. Ну, пошлём там потренироваться, что-то получить, физику, химию. Научные предметы. Я вот не знаю. Я всё-таки сюда вернусь. Вы понимаете, наверное, что и в этом кружке, и в этом кружке лежит этот объект. То есть, вот здесь вот мы его замыслили. Исходный материал, конечный продукт, знание, опыт, средства, цель. И здесь мы такие же, да? Только через какое-то время. Исходный материал, конечный продукт, знание, опыт, средства, цель. Но уже другие. То есть, что-то здесь изменилось. То есть, то ли мы средства начали новые использовать, то ли продукт поменяли, то ли эффективность этого производства увеличили за счёт того, что какие-то способности приобрели новые или знания получили новые. производства. Ну, я, кстати, ну, просто на полях тоже не очень уверен, что за счёт новых знаний можно что-то увеличить. Потому что, ну, у нас эпоха производства знаний, она закончилась. А в качестве способности, я вам говорил, что это способности мышления. То есть, способность коммуникации, то есть, вот, общаться, организовывать какие-то новые команды. Или, допустим, способность представить будущее. Потому что, если мы представим какое-то будущее лучше, чем другие, и раньше всех к нему начнём двигаться, но это, чем Стас занимается, представлением будущего, то, в общем, мы туда первыми придём, а уже будем там царегали. Останется только нам помнить о том, что, ну, это надо делать не один раз. То есть, это надо делать всё время. Ну, или там средства новые. Потому что, ну, сейчас есть новые средства всегда во всём. Интернет дал кучу новых средств. Если раньше, ну, к примеру, там всем продажники, ну, я такой в группу, например, приведу, по телефону обзвонили клиента, или ходили к ним там домой, или на ярмарку, или не возили вообще свои товары, то теперь можно спамовскую рассылку отправить до 3 миллиона человек и получить там 150 звонков, например. Вопрос. Да. А вы способны, например, к эмпатии? К чего? Способность к эмпатии. Ну, я всё-таки это отношу к пониманию. То есть, ну, вот, вы, ну, так, наверное, называете эмпатией. Ну, я просто буду потом ещё одну схему рисовать, там это учтено немножко. Может быть, мы поймём, о чём идёт речь. Потому что то, что вы называете эмпатией, я буду называть пониманием. А сопереживание? Ну, то есть, я просто пытаюсь переспособности мышления не хватать какого-то энергетического, человеческого фактора. Может быть, в частном разговоре это обсужали. Мы сегодня тоже об этом говорили, и я, может быть, вот сейчас в этот момент это скажу. Ну, нельзя ждать от меня большего. Потому что я сейчас что-то буду говорить, вы будете узнавать слова русские. И будете их всё равно интерпретировать по-своему. Хорошо, что я вам говорю ещё, может быть, экспрессивно, пытаюсь руками махать в этот момент. Может быть, у вас какое-то понимание за счёт этого возникнет. То есть, что-то я вам невербально расскажу. Про цель, и про деятельность, и про шаг развития. И вы меня невербально поймёте. Но дело в том, что если вы вот этот шаг развития не переживёте, условно говоря, форсайте у Стаса, ну, когда он ракет форсайта проводит, и он скажет, давайте представим будущее, каким оно может быть. И вы нарисуете эти карты будущего, положите на стену, и у вас будет карта будущего с 2012 по 2020 год. Никогда нельзя будет понять, что значит представить будущее. Во-первых, сейчас вы будете представлять своё будущее. Во-вторых, вы в него не верите. Какое оно. А когда мы все соберёмся, проговорим про будущее, отметём всякие, ну, там, я кому-нибудь скажу, слушай, ну это глупая мысль, такого вообще быть не может, так не будет. И он мне поверит. Значит, а так как я говорю, да, так может быть. Значит, мы соберёмся, всё это будущее представим, это у нас станет будущим, на основе которого мы можем принимать решения. Ну, условно говоря, но я вам скажу сейчас, что, ну, исчезнут компании, которые будут поставлять отходы в сотовые средства. Ну, потому что будет везде интернет, и мы будем со своих, ну, каких-то устройств новых выходить в интернет, у нас будут не просто дешёвые звонки, у нас вообще исчезнет плата за коммуникацию. Возможно будет плата за интернет, но вот в некоторых лучших странах ввели сейчас понятие «право на интернет». То есть у людей есть теперь право на интернет, так же как право, там, не знаю, на труд, на здоровье, на отдых. То есть у всех будет интернет, и, соответственно, исчезнут вот эти вот мобильные телефоны. Если мы с вами сотовая компания, нам нужно ведь представить такое будущее. Мы же должны понять, чем мы будем заниматься, когда это будущее придёт. Ну, это вы и так зря думаете. Потому что я вот сегодня прочитал, что во Франции локостоператор появился, который предлагает сотовую связь за 2 евро в месяц. Ну, без лимита. Ну, то есть понятно, что от этого факта у всех операторов мобильных в Европе стали волосы дыры. Ну, просто дыры. Ну, рынок не обрушили. Они же будут долго ещё так жить. Пытаться собрать деньги. У них ещё останется какое-то количество клиентов. Потом ещё какое-то. Помните, куда вообще пейджеры пропали? Кто-то объявил, сказал, что с этого дня у нас не будет пейджеров. Не было же такого. Они появились и куда-то пропали. Так же, как пейджинговые компании. Это же на нашей жизни всё. У меня приятник занимался. У него была пейджинговая компания в одном провинциальном городе. Приятник занимался. Они существовали до того дня, когда у них осталось пять пейджеров. У них был директор, главный бухгалтер. Они обслуживали оборудование. И я им говорю, Виталий, подожди. Ну, купите им всем мобильные телефоны. И всё уже, что у вас делало пейджинговое оборудование, отправляйте им через смс. Он говорит, ну, у нас осталось пять клиентов. Мы же не можем бросить. Потому что мы же живём постоянно в настоящем. У нас же нет времени думать о том, как это может быть в будущем. Теперь я вам расскажу о технологии мышления, которая позволяет думать о будущем. Значит, вот здесь у нас какая-то деятельность есть. Исходный материал. Конечный продукт. Знание способностей средства. Как мне думать о будущем начинать? Я думаю о будущем вот так. То есть я выхожу в так называемую рефлексированность. Ну, это я выхожу, это означает, что я это узнал в работах московского методологического кружка в этой системе мысленно деятельности. То есть это, ну, я, может быть, так и раньше делал, но они это нарисовали вслед. Я выхожу вот сюда, и отсюда начинаю на свою деятельность смотреть. А могу все время так работать и никогда не посмотреть, чем я занимаюсь со стороной. В этом рефлексивном слое я ввожу шесть позиций. Ну, вот шесть позиций — это я ввожу. Я их тоже не сам придумал, честно говоря. Я подсмотрел их. Есть такая Microsoft с Alyosha Framework методология. Ее используют Microsoft. Ну, по-разному может быть к Microsoft относиться. Но крупнейшая компания в мире. Поэтому я считаю, что их методология заслуживает немало. Они говорят, что со стороны на деятельность надо смотреть из шести позиций. Первая позиция — это того, кто придумал деятельность. Ну, кто-то же придумал все эти страны, знаете, в которых мы живем. То есть кто-то же их начал создавать. Вот в США, например, есть отцы-основатели. В России тоже были династии царей, которые сказали, что мы вот будем Россию вот так вот развивать. Вот Сибирь там себе возьмем. Еще какие-то там княжества соединили и все остальное. Они понимали, зачем им нужны эти территории. В Автовазе наверняка тоже есть человек, который сказал, слушайте, а давайте сделаем Автоваз. И у него была вот эта картинка будущего. Он как-то представлял себе Автоваз, ну, наверное, как крупную автомобильную компанию хорошую. Ну, не такую, как она есть сейчас. Но он уже умер. Да? Наверняка. И у него нельзя спросить, а мы построили то, что как бы вы хотели, или что-то другое. Но, в принципе, когда вы начинаете свой бизнес, ну, я предполагаю, что вы рефлексивные люди, у вас всегда есть картинка того, что должно получиться. А если ее нет, ну, я так, поскольку мы уже здесь собрались, я прошу вас, ну, вы ее как-то достроите так. А что должно быть с вашим бизнесом через 2-3 года? Ну, в любой деятельности, помимо архитектора, есть еще и инвестор. Ну, естественно, если это мой бизнес, я сам инвестор. Если я не сам инвестор, я пришел кому-то деньги просить. Сказал, слушай, я вот как визионер такой, архитектор. Я там придумал, у нас будет в конце вот такой проект в этом круге во втором. Мне на это надо деньги, мы хорошим делом будем заниматься, и вот столько денег получим в прибыли по делу. Ну, или там, я получу столько, а ты вот столько. Значит, инвестор есть. Ну, а если мой бизнес, я сам вложил, сам придумал, это не правда. Есть человек, который смотрит с фокуса потребителя. Ну, то есть такой кастомер-фокус, в общем-то, потребительский. И я это иногда называю книгой жалобы. То есть вот надо на бизнес смотреть с точки зрения потребителя. Потому что, ну, все-таки эта деятельность, она для чего-то организована. Для кого-то. Кто-то потребляет продукт, или там можно говорить, услуга как продукт и так далее. Есть у этого всего такой, знаете, я пишу административный директор. Чтобы отличить от архитектора, ну, это надо понимать, это такой человек, который все делает. Вот эти вот все шесть позиций, вот если посмотреть на строительство такого сложного объекта, как дом, например, они все вот соблюдаются. То есть есть инвестор, ну, такой, который вкладывает в проект, такой девелопер. Значит, он обычно заказывает дизайн-проект дома. Значит, архитектор приносит дизайн-проект, говорит, дом будет вот такой красивый. Ну, потом они рассчитывают это все, из этого всего получается, там, проект дома реальный и дизайн-проект уже. Инвестор там может посчитать вместе с ним там все затраты. Если это какой-то бизнес-проект, то посчитать доходы. Если это вы свой дом строите, то тоже хорошо. Значит, ну, придумали такой дизайн-проект, а потом приходит жена и говорит, «У меня брат двоёный, два метра двадцать роста, давай сделаем проёмы дверя повыше». Ну, то есть он же тоже к нам будет приезжать, и он, в этом смысле, потребитель такого проекта, который мы делаем. И вы начинаете расширять проёмы дверя, ну, я не знаю, там, потолки можете повыше сделать и так далее. То есть обязательно вот этот фокус есть. А потом нанимаете программу и говорите, «На, вот тебе проект, и по проекту строить». И вот он уже занимает строителей и так далее. А вот эти вот все ребята, архитекторы, инвесторы, потребители начинают за ним смотреть. Дальше ещё есть такой фокус best practice. То есть это такой человек, который приходит или вы сами, да, и говорит, «Слушайте, а мы что-то слышали, вот есть такая новая технология пенобетон. Ну, вроде дешевле, можно дом построить из пенобетона? Можно». Это означает, что вы взяли какую-то лучшую практику и вот снаружи на свою вот эту деятельность посмотрели и сказали, надо вот её взять. Она дешевле, это лучше, ну, и вообще как бы это новое, хорошее. То есть все так теперь делают где-то в другом месте и получают от этого, ну, как бы такой прям очень ткань. Ну, можно и в других отраслях проверить, как эти best practice происходят. То есть, ну, там, вы вот занимаетесь там, например, услугами, а ваши конкуренты уже открыли Twitter себе. А у вас есть у компании Twitter? У вас? У нас? Нет, нет, не у вас. Нет, у нас нет. У вас нету. А представляете, у конкурентов у всех есть. У Ernst & Young есть Twitter, там, у Deloitte Antage есть, там, у KPMG есть, у всех есть Twitter. А почему у вас нет? Ну, потому что вы их лучшую практику ещё не взяли, а надо брать. То есть, а у них и YouTube есть. Они сейчас там делают какие-то консультации и выкладывают на YouTube. Почему? Потому что, ну, чтобы потребитель взял, посмотрел и сказал, так, я вот вижу их уже не то, что вот слышу у них, у них бренд какой-то, а я вот могу реально посмотреть, что они делают. Они про себя кино прям снимают. Это вот бренд best practice. Ну, а теперь представим, что если мы вот этих всех шестерых собрали в одном кабинете и обсуждаем нашу деятельность, нашу консалтинговую компанию. Но обязательно нужен тот, кто станет таким судьей в их спорах, да, или фасилитатом. Или, ну, таким, методологом. Или, там, я говорю, председатель совета директоров такого импровизированного. Это вор такой, совет директоров компании. Даже маленькую нужно. То есть сели и посмотрели, а чем вы занимаетесь вообще? Ну, вот это вот следить за тем, чтобы никто не переругался. Ну, где-то есть выбор, где-то есть компромисс всегда между потребителем, который хочет удобства, функциональности, между инвестором, который хочет все подешевле, и между архитектором, который хочет везде золотые унитазы поставить, потому что это красиво. Ну, то есть как-то нужно всегда им договориться между собой. Поэтому вот есть такая позиция фасилитатора. Ну, кто-то говорил о фасилитации, кто это говорил? Я. А? Я. Да. Ну, то есть вот, вот, ну, вы всегда в этой позиции. То есть вы сюда собираете людей, которые занимаются какой-то деятельностью, занимаете эту позицию и говорите, а теперь давайте из разных позиций все это сверху обсудим. Чем вы там занимаетесь, в чем у вас не так. Мы сейчас вам всем все поможем. И это очень классная позиция. В этой позиции всегда консультант, который приходит на предприятие. И он всех собирает и объясняет, начинает объяснять, что не так. Может, конечно, поместить прямо в процесс, ну, так обычно и бывает. Но, в принципе, достаточно вот их всех собрать и сказать, так, а что тут у вас не так-то давайте в шестеронку будет. Значит, это вот такой рефлексивный слой. И я хочу сказать, что из этого рефлексивного слоя реально идет управление компании. Потому что, если вы считаете, что по поводу деятельности компании принимает решение директор, ну, это всегда не так. И вы это прекрасно знаете, поэтому идете к хозяину компании. К тому, кто вложил деньги. Если это что-то, на ваш взгляд, неправильно. И он тоже управляет. Ну, и этот управляет. А тот, кто придумал компанию, он управляет или нет? Ну, я вот знаю архитекторов, которые там строили дворец для Ринатахметра. И они ходили за прорабом и проверяли, какого цвета ручки, детали дизайна, детали интерьера. Все, что они придумали в этом дворце. То есть, собственно, они же тоже управляют. То есть, они всегда могут сказать, а эту стену разберите и сделайте так, как мы хотели. Как мы задумали. Как у нас в проекте. То есть, то, что делал проект, он тоже управляет. А как управляет потребителем? Как с пейджером. Не буду покупать, и все. И все, деятельность закрылась. Вроде, ну, такая глупая совершенно идея, что какой-то потребитель управляет компанией. А ведь, на самом деле, он, может быть, управляет главнее всех. Он, может быть, самый главный вообще. Если он отказывается выступать средством для достижения цели компании, то, в общем, деятельность сворачивается и все, потому что он деньги перестает платить за продукты. Закрывается. И лучшие практики точно так же управляет компанией. То есть, мы с вами там выпускаем какие-нибудь компьютеры. Мы хью лет папу. А потом выясняется, что десктопы-то, в общем, не нужны никому. Ну, вернее, как наши десктопы, брендовые, на которые мы тратим там силы, у нас там сотрудников содержат. Оказывается, все десктопы там, компьютерные периферии вся выпускаются в Китае. И без бренда все покупают. Не надо людям Хьюлит Пакард на десктопы. А тут Apple еще с планшетами. А тут Samsung там со своим, ну, таким, полупланшетом, полутелефоном. И куда нам Хьюлит Пакарду за этим гнаться? Мы, как Хьюлит Пакард, давайте лучше сократим наш, ну, если мы способны к изменениям, наше подразделение, которое занимается железом, и сосредоточимся на инновационной деятельности. То есть, будем сейчас что-то новое все время придумывать. А то, когда мы отвлекаемся на то, чтобы содержать вот эти вот все наши железячные цеха, то у нас перестает хватать времени на то, чтобы придумывать то, на чем мы больше всего зарабатываем. То есть, так вот нами управляет будущее. Это такая, знаете, это книга предложений, я еще называю. Но на самом деле это про то, такой взгляд из будущего. То есть, это такой взгляд на эту деятельность из, там, 2020-го, из 2030-го года. А как там уже все по-настоящему-то? Мы вообще те продукты сейчас выпускаем или нам надо уже другие какие-то выпускаем? Ну, то есть, собственно, это вот рефлексивная история по отношению к деятельности. Да. Скажи, пожалуйста, о идее. Есть ли место идеи? Я сейчас посетитель дизайнера, архитектор. Да. Ну, я в своем языке, в своем мимфонии часто оперирую понятием идеи. Скажи, пожалуйста, да, где здесь место идеи на твоей схеме? Есть ли оно в твоем языке? Ну, вот, в схеме точно есть. Ну, скорее всего, это секрет. Ну, посмотрите, если я такой дизайнер, который идею может скопировать из лучшей практики, то это лучшая практика. Ну, то есть, я где-то увидел и говорю, а теперь у меня идея. Ну, это, ну, я так обманывал уже, да, это не моя вроде. Ну, это как про твиттер. Я же про твиттер рассказывал. То есть, я сейчас сказал, вот, у меня есть идея, вот, у девушек в таковательной компании нет твиттера. У всех есть, наверное, там яркий есть, у ПМЖ есть, а у них нет. То есть, это же я идею им подал, или что? Ну, то есть, это я скопировал сначала из без транса. То есть, по сути дела, это не моя идея. Но если мы говорим о той идее, которая лежит вот здесь, первоначально. То есть, например, я ей сказал, не чтобы они зарегистрировали твиттер, а чтобы, я не знаю, дарили своим клиентам автомобиль сразу. Звонок, как вы хотите, мы вам подарим автомобиль. Ну, так еще никто не делает, я не уверен, что надо делать. Но эта идея у меня такая. Хорошая, плохая, я не знаю. Значит. Ну, вот такая идея у меня появилась. То есть, я думаю, что она, конечно, лежит без этого здесь, без мечты. То есть, о том, что... Идея как цель. Да. Ну, то есть, это... Я что-то уже положил вот в квадрат, вернее, вот в квадрат кружок, вот туда. И хочу, чтобы было вот так. То есть, вот здесь. Вот здесь. То есть, я в будущем придумал, как должно быть. Откуда я это взял, вот мы еще сейчас об этом поговорим. То есть, вы понимаете, что будущее, настоящее, оно тоже вот с этим рефлексивным взводом. То есть, они вот здесь вот все общаются. Ну, ну, не все. Да. Да, у меня еще хочется посмотреть, что я хочу стать. Пойдемте пообщаться. А... Вот, мы же когда нас допрос днула, поэтому нам на срок учешства что-нибудь подделим. Да, мы отец были понятейным аппаратом. Понятейным. Задачку нам поставить, а мы ее не решаем. Хочется, знаете, вот прямо застрелиться в этом месте. Потому что я не могу сейчас. То есть я вам хочу все рассказать. На самом деле я вот то, что вам рассказываю, я третью часть от того, что вам хочу рассказать, рассказывал у Маши. А потом мы играли это все, проигрывали, чтобы почувствовать, что вообще на этих схемах располагалось. Это уже подразумевается. Вот это вот. Мы будем это делать. Ну давайте тогда листочки. Есть листочки? Конечно. Очень хочется, пока не прочувствуешь, а нужно и не становится... Не-не-не, никак не станет. Значит, ну я продолжу. То есть на том, что... А нам нужны стикеры или большие? Ну давайте или два больших, или несколько маленьких. Значит, я хочу отметить, что когда я говорю «управляет», это означает, что захватывает эту деятельность полную. То есть не просто хочу сказать, что влияет чуть-чуть. А управлять – это значит захватить. Ну поэтому, грубо говоря, просто... Ну, как бы, если ты консалтер, и ты приходишь и говоришь «я точно все знаю про будущее», то тебя будут слушать и директор, и бухгалтер, и инвестор, и, ну, в смысле, хозяин предприятия. Я все точно знаю про будущее. Да. А потом такая смирность. Ага. А это проще. Нет, ладно, ладно. У нас, да? Вы знаете, что мы вместе будем? Ну вот... Здесь рассматриваем все это как субъективизм или как объективизм? Ну... Хочется, не активизм. Нет, смотрите, нет никакого субъективизма. То есть, если вы действительно все знаете про будущее, то вы точно знаете про будущее. А объект... Одно из двух. Объект, нет. Объект, это, на самом деле, это про деятельность тоже. Дект, вот этот корень ект, это я делаю. Это, там, в латинский корень ект. И ект так, как это вот так. Ну, я потом посмотрю специально, чтобы быть готовым к другим вопросам в других местах. Вот. То есть, это про деятельность. Когда мы говорим объект, это означает, что мы какой-то процесс из деятельности вырезали. Он же нас не интересует как предмет, как стул. То есть, когда мы говорим это объективно, это означает, что это какая-то деятельность, которую мы можем взять, копировать и куда-то положить. И в этом смысле объективный процесс, это означает, ну, это правильный процесс, это вот про то, что на самом деле. То есть, это из деятельности. Поэтому здесь субъективного ничего нет. Кстати, слово субъект и субъективный, это такая путаница в русском языке тоже. Это такая, ну, там, беда, так сказать. Потому что и субъект, и объект означают, на самом деле, одно и то же. Ты если не веришь в личную объективную картину мира? Ну, объективно, это то, которое мы можем понять.